что-нибудь начинаешь выступить? мой знакомый, когда полковничью пенсию получает он из банкомата ее получит деньги в карман в карман банкомату поклонится а почему? это супер давайте, к сожалению почему? слава Богу часть беседы Влада прервалась по неведомым нам причинам пока никуда и мы давайте картошку продолжим хочу предложить если кто хочет какую-то еще тему Рустам хотел сказать ему сейчас Рустам быстро скажет на 30 секунд почему люди друг друга не понимают а это другая тема или нет? или это раздражительность? да люди не понимают если ты не понимаешь продолжаем тему раздражительности почему люди не понимают друг друга? почему люди не понимают друг друга? попытаясь ответить на этот вопрос можно предположить что люди не понимают друг друга потому что не хотят первое Потому что не могут Не хотят, не могут И давайте классифицируем, почему не хотят и не могут Не хотят, потому что разные цели Раз Не хотят, потому что нет уважения друг к другу Не хотят понимать того, кого не уважают Ну, например, это такая классификация Может быть, здесь еще есть какие-то подпункты Должен Почему не могут? Не могут понять, потому что находятся на разных платформах сознания Разные платформы сознания можно систематизировать, классифицировать как платформы благости, платформы страсти и платформы невежества Согласно ведической концепции Если люди находятся на платформе благости, они понимают друг друга А если один находится на платформе страсти, другой на платформе невежества То они не могут понять друг друга, потому что они по-разному мыслят и по-разному представляют, что такое счастье То есть ключевой вопрос в этих платформах – как ты видишь свое счастье И если разное понимание счастья, то, соответственно, люди не могут друг другу понять Почему он это делает, почему он это не делает Как в сказке Ну вот я ответил Можно я в дополнение маленький вопрос, Рустем Как ты думаешь, тебе практика самбо, то, что ты практиковал самбо многие годы И на сегодняшний день тоже, так сказать, включен в этот процесс на одном из уровней, да? Оно тебе помогает в нахождении вот этого понимания между людьми? Безусловно Безусловно помогает И я хочу сказать, что А как? Да, я сейчас поясню Я поясню Нет, сейчас Ты хочешь сказать, что именно вот занятие самбо это помогает? Ну, занятие самбо, то есть физическая культура И знание, да, то есть именно знание В совокупии дают возможность понимать И в разной среде, например, ты попадаешь в невежественную среду Что дает занятие самбо? Занятие самбо дает силу и стойкость Хорошее слово, не в невежественной среде Да, невежественную среду Занятие самбо тебе дает силу и стойкость В любой невежественной среде Сила, духа, сила физическая Она сразу тебе дает Преимущество Преимущество и уважение Если ты независимо от себя или волею судеб попал в эту невежественную среду Ты знаешь, что ты защищен И те возможные личности, которые в невежестве живут И преследуют какие-то невежественные цели относительно тебя Они сто раз подумают То есть тем самым пассивная защита чувствуется То есть добавилась уверенность То есть человек попадает в среду Некий буфер Буфер И если, скажем так, так случится, что будут происходить какие-то действия То ты как бы сможешь себя защитить И твоя уверенность не просто псевдоуверен Ты говоришь сейчас про защиту, а я хочу сказать понимание Понимание То есть понимание, это безопасность Когда ты попадаешь в страстную среду Например, где все говорят, что надо стать чемпионом Надо выиграть Я того сильнее, я того умнее То ты понимаешь В какой платформе находятся люди Они находятся в страстной среде Они соревнуются друг с другом в тех или иных характеристиках Они хотят быть лучше или хуже Все лучше хотят быть друг друга И разные критерии берут себе для того, чтобы измерить Соответственно, ты пройдя школу борьбы В той ее начальной и средней стадии Где этот принцип был почти основным Ты участвовал в соревновательном процессе Ты в тренировочном процессе лишал себя чего-то Ты хотел быть лучше других Лучше, выше, сильнее И ты понимаешь, что и в страстной среде Ты тоже имеешь определенное преимущество Потому что ты Ну и не преимущество, ты спокоен Потому что ты знаешь, что вот По этому критерию, например, борьба Как бы они ни соревновались Ты знаешь, что если ты вдруг начнешь В их среде, как говорится, заниматься этим же самым Ты будешь тоже, как бы, хорош Если тебе говорят Ну, а теперь посоревнуйся в шахматах Ну, условно, да А ты в шахматах Ты говоришь Я просто на этом поле битвы не выйду И ты, как бы, понимаешь, что В свои слабые стороны ты умеешь маневрировать Если ты попадаешь в благостную среду И в благостную среду, где люди друг друга уважают Где люди не меряются, кто лучше А исходят из платформы без корысти То уже на этапе боевых искусств Как бы в завершающей стадии Когда ты дошел до уровня мастера И так далее Ты понимаешь, что просто есть законы отношений Есть отношения младшего-старшего Есть отношения равных Есть отношения старшего и младшего И ты, как бы, ничего не ждешь Тебе ничего не нужно от людей И ты в этой атмосфере Так же себя хорошо чувствуешь Потому что Вот именно Мастерство и искусство боевое Оно очень близко к бескорыстной деятельности То есть мы знаем, что Мастера Занимаясь преподаванием Учительством Они, как бы, не назначают цену Своим занятиям Они, в общем-то, получают просто от учеников благодарность То есть это уже на уровне состояния благости Когда бескорыстно передаются знания То есть пройдя путь От первоклассника до мастера и до тренера То есть люди, как бы, проходят все эти этапы И могут в разных, на земле встречающихся, как бы, обстоятельствах Быть в порядке Быть, как бы, защищенными Быть в балансе внутреннем И быть, как бы, с возможностью стать счастливыми Другими словами Ну и так Нет резюмирования Значит, если мы Можем понимать Друг друга То Тем самым Не будет раздражительности Не будет вот этого Если ты способен понять Бещения Если не способен понять То Раздражение Оно тебя захватит Оно меня захватит Да Значит, что бы Не было Нужно, значит, как-то взращивать себе Вот этот элемент Благости Понимания Да Понимания людей Так? Да Ну, гасим И мы перекусим Да Иметь способность понимания И иметь желание Потому что Вот в страстной культуре Еще есть Разные команды Как ты описываешь Тебе зрители Просто в страстной культуре В страстном Состоянии страсти Люди могут быть Как бы Одних Условно Качеств Но быть в разных командах Понимаешь? И они Помещают тебя в разные команды И их цели направлены Чтобы Там, например Вот мне нужен чай Я раз У тебя забрал Ты тоже взял И мой забрал чай Да Вот мы в разных командах Перетягиваем на себя Вот То есть это состояние страсти И Если у нас с тобой Разные цели То Может быть Мы друг друга Просто не захотим понимать Понимаешь? Нет Я в другой команде Я не понимаете? Андрей А вы воздерживаете? Отстань от меня Я внимаю Как это? Он выше этого Уйди от меня Отстань старушка Я в печали Да Андрей внимает Правильно Ну Тогда мы На этой ноте Заканчиваем Сегодняшние наши Размышления О боевых искусствах И разум Ну вот это Тема была Раздражение Или Что меня бесит Или почему меня бесит И как Как могут Боевое искусство Или практика Да И к вопросам Избавить от Такой Напасти Да Рустам сказал Хочет понять Или не может Две категории И вот Про знание А есть еще Три таких Хочу Должен И целесообразно И вопрос В каком из состояния Мы больше Делаем Хочу ли я это делать Потом Бывает что ты Не хочешь делать А должен делать А бывает еще Что целесообразно Это делать Но ты не хочешь Это делать Но это целесообразно Ты все равно Это делаешь Обстоятельства Тебе требуют Что-то Целесообразное Ты можешь делать Это не делать Но это целесообразно Поэтому ты делаешь Но ты не хочешь Это делать Но это целесообразно И ты делаешь А бывает должен Ты хочешь делаешь Не хочешь делаешь Поэтому хочу, должен, целесообразно Если вот таких три уровня действий отслеживать, очень хорошо получается И тогда приходит понимание Вот я сейчас Рустема слушал Я сейчас в таком расслабленном кайф Баня, парилка там, да? И дал ему такое определение Вещу Вот он сейчас нам вещал, понимаешь? Ну, это же хорошо Он как человек, который... Я его сравнил умственно с кладезем знаний, да? Вот этот кладезь знаний нам... Поведал Он нам поведал такие формулы, такие постулаты там, да? Которые нам и полезны И он сделал это вот как-то издалека, далеко, издалека Из прекрасного далека, безвозмездно, от души Он это узнал Извет узнал И у меня в мозгу бум! Вещу А когда твой спич перед этим Я тоже дал тебе какое-то определение Когда ты закончил свой спич Настоящий человек? Но я уже забыл Потому что после этого была... После этого была парилка Слава Богу! Да, мне седьмой десяток У меня настроение, кайф И я запамятовал Как тебя бишь? Я там величал Говорит, как тебя зовут? Иди сюда, да? Как тебя зовут? Иди сюда, да? До новых встреч! Тебе тоже в конце будет определение какое-то Мудрец Нет, а ты мне уже дал определение давно еще Я тебе поздно рассказал Склифосовский Короче, Склифосовский, нет А ты мне дал определение этот... Провокатор или как это? Провокатор, да? Провокатор Ну и хорошо Ютьюб провокатор Ютьюб провокатор При просмотра, да Кстати, при переводе на какие-то иностранные языки Провоцировать там, да Но не в том Контексте Не в том негативном контексте Который наиболее распространен у нас То, что сказал Рустел В нашем понимании Если цели у нас как бы одни То мы понимаем это нормально Провоцировать Имеет смысл в том числе Как побуждать Как подвигать какому-то действию Ну, то есть одно и то же слово может иметь разный смысл Правильно Провоцировать для того, чтобы раскрыть людей Да, да, да Или Из описания Нет, еще провоцировать, как в самбо, да? Ты же так лицо раз и заманиваешь туда Он туда пошел И ты на болевой душе шлем Руку оторвал Ты же провоцируешь Протяни мне руку Вот мое лицо Руку Моя рука Провоцировать, да? Да Или вот смотри Вот у меня нога Нога Оп ты Угрожай А мы такое с постоянным видео Помнишь, снимали с тобой У нас есть видео Да, такое Где мы вот типа А вот он вот сюда Вот хочет А вот тут А ты даже его выложил Да Там много просмотров? Четыре что ли? У меня в инстаграме больше старых Нет, у детей-то У детей-то Раз-два Много дальше Да Так и тут Много просмотров Больше Ты много лет Ты давно занимаешься Боевыми сутками? Да, 30 лет Первый раз был 30 лет назад Второй раз сегодня До новых встреч До новых Это планета джудо Можно наливать чайник Чтобы не перепутали Что мы Где-то в другом месте Да?